Суббота. Южная часть. Место сбора – набережная по улице Кирова. Время – 10.30. Строго без опозданий. А вот тайминг самой прогулки не ограничен. Дышим свежим воздухом и погружаемся в историю. Вот главные напутственные слова автора проекта «Полевской САЗОВ» Александра Федосова. По образованию он историк. И пусть вовсе не полевских кровей, зато уже 10 лет Александр Петрович тесно связан с нашим городом и с огромным интересом изучает его истоки. Интерес у общества есть, у людей. Это вполне логично, это понятно. Мы уже, так скажем, немножечко повзрослели. Я сейчас говорю не про конкретных людей, а про общество в целом. Мы уже немножечко по-другому относимся к собственной истории, к своим корням. Мы их особенно ценим сейчас. Сейчас уже для нас это не что-то отвлеченное. Сейчас это то, что как-то очень хорошо отзывается внутри. И мы, когда это придумывали, мы это чувствовали, что запрос со стороны людей есть. Проект «Полевской САЗОВ» задумывался еще к 300-летию нашего города. Но внезапное ковидное ограничение, запрет на массовые сборы отсрочил его реализацию. И вот весной 2022-го, когда все табу сняты, можно стартовать. Очень интересный вот этот формат экскурсии по Полевскому. Ну, я-то хоть что-то знаю, он еще мало совсем знает. И хочется все равно это все услышать, тем более из уст такого замечательного гида. Поэтому мы здесь. Мне очень интересен наш город, история нашего города. И я очень рада, что вот такой проект у нас стал работать. Я приехала специально из Екатеринбурга. Купили здесь квартиру, божевские места. Я божовчанка. Это мой любимый писатель. Гоголь и божов. Таких больше в мире нет и не будет. К вершине Думной идем дружной компанией. Этих людей не отталкивает грязь, мусор и моросящий дождик. Они хотят знать нечто большее, чем просто название горы. Первая прогулка собрала порядка 50 человек. И это только начало. Когда о проекте Полевской с Азов будет известно в каждой семье, а может и за пределами округа, то он станет еще более туристически привлекательным. И тогда есть шанс, что сами жители начнут более бережно относиться к природе, истории и тем памятникам, что оставили нам предки. Если какие-то другие мероприятия будут, мы обязательно сходим. Потому что и Азов, гора, тоже это у нас такая примечательность. И тоже ведь про нее мы очень мало чего знаем. Это очень огромное место силы. Шаг за шагом полевчане поднимаются все выше. Среди пришедших можно встретить людей разного возраста. С одинаковым интересом экскурсионную программу слушают самые маленькие жители города и старожилы Полевского. Всю важность подобных встреч осознают и народные избранники. К примеру, депутат Думы Наталья Шицилова буквально утром увидела программу с анонсом проекта на нашем канале и спешно собралась на прогулку, чтобы ее не пропустить. Люди очень мало знают о своем городе. И это абсолютно неправильно. Стало модно в нашем обществе, к сожалению, это мое мнение, быть непатриотичным. Нам надо воспитывать этот патриотизм, чтобы мы любили этот город и относились к нему как к своему. То, что Александр Петрович сейчас говорит, относились как к своему. Подобных прогулок в рамках проекта Полевской Сазов будет еще пять. Александр Федосов покажет исторические точки нашего города, расскажет о местах силы. И каждый участник сможет узнать о родных просторах гораздо больше, чем написано в Википедии. Сейчас важно не пропустить анонс следующей встречи. Для этого достаточно смотреть 11 канал и готовиться к очередному открытию. Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала.